Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное, вам здравствуйте. Поговорим о семье Сытники, о Гранденика Влог и, конечно же, Самвеле Адамяне. Первое, что хочется сказать, ребята, вы знаете, очень печально наблюдать за тем, как взрослые люди могут превратить себя в прислугу для собственного сына и, конечно же, его всей гоп-компании честной, ну и, конечно, сладкой парочке Самвела. Очень печально наблюдать, когда люди не являются строителями собственной жизни, они живут интересами сына. И это, в первую очередь, всё идёт глубиной с детства, когда привыкли во всём ему угождать и потакать, но это в случае с Колей. Вот он привык, что родители – это те люди, которые выполнят любую его прихоть. Очень как-то действительно неприятно видеть, когда родители живут не свою жизнь, а именно интересами Коли и его всех друзей. Как он без разбора готов привозить всех подряд, и сытники должны угождать, улыбаться, радоваться, что к ним приехали. И что самое печальное, готовятся ко всем этим приездам именно сытники. Убирают, конечно же, тоже сытники. Коля приехал с друзьями, повеселился, отдохнул и благополучно уехали. А сытникам ещё работать и работать. И вот думаю, да, как же нужно было воспитывать ребёнка, чтобы он этого по факту не ценил. Он воспринимал это как должно. Но ведь согласитесь, родители уже сытники достаточно возрастные, взрослые люди. И что такое, когда к тебе приезжает сын вечно с толпой? Или один самвел чего стоит? А то, как он унижает свету постоянно, да, и пытается её ущипнуть, как-то вот куснуть, это вообще за гранью добра и зла. Но опять-таки, сытники и здесь прогибают свою голову, прогинают и молчат. Терпят, крепятся, но молчат, чтобы ни в коем случае не разрушить взаимоотношения с самвелой и гранденика. Вы знаете, смотрю на это всё и понимаю, что лучше работать на несколько работах, но не попадать в такую зависимость от такого человека, как самвел и, конечно же, Коля. Меня всегда поражают те моменты, когда кричат, какой Коля замечательный внук и сын. Ребят, простите, в каком месте? Вся его замечательность кончается там, где выключается камера. Вот на камеру он замечательный сын, замечательный внук, он прям такой, ну молодец, молодец. А по факту ему абсолютно плевать, нет никакой реальной помощи, нет никакой реальной поддержки. Вся его любовь, забота и внимание заключается именно в контенте. Контент снят и всё, до свидания, игра закончена. И в этом опять-таки весь он. Я смотрела вот эти летние выпуски, какая толпа приезжала к ним и плюхалась в этом бассейне. А по факту приводит в бассейн порядок, конечно же, метродотель их, не знаю, либо дворецкий, это папе. Почему? Потому что я когда посмотрела разборку этого бассейна, да, его мытьё. Вот где вся та толпа, которая плюхалась в этом бассейне? И, конечно же, в первую очередь Коленька, который был инициатором вместе с Самвелом покупки этого бассейна. Но если Самвел ещё хоть как-то прошустрил, да, прошевелился, хоть как-то помог Андрею, то Коленька предпочёл не напрягаться. Зачем мальчику напрягаться? Он не привык ничего тяжелее сковородки держать в своих белых рученьках. И смотрелось на это, ребят, очень печально. То есть такое вот отношение к отцу, и он не задумывается, устал отец, тяжело ему, не тяжело. Надо делать, вот знаете, называется холоп, иди за мной, убери, приберись, папе. И, ну, действительно, фу-фу-фу, и ещё раз фу. Опять-таки, неизвестна реакция Татьяны Васильевны на то, как эксплуатируют Самвелку в семье Сытников на Игрене. И опять-таки, вот именно благодаря Коле дом на Игрене превратился в какой-то постоялый двор, либо проходной двор, по-другому это назвать просто невозможно. И я по факту даже понимаю, почему слиняла мама, и почему она не хочет возвращаться. Она с позиции, чем бесплатно прислуживать, да, Самвелу, остальным друзьям, Колинам, Коле, лучше сидеть в Италии и за это хоть деньги получать. И ты ни клят, ни мят, у тебя есть нормированный рабочий график, и никто при этом не тыщет в тебя камеру, как это делают все друзья-блогеры, которые приезжают вместе с Коленькой. И здесь света на решение абсолютно адекватное, абсолютно правильное, потому что никто их не воспринимает как родители. Их воспринимают как бесплатное приложение к Игрене. И опять-таки, печально наблюдать, когда люди в собственном доме не имеют никакого права голоса, когда за них решается все, им выбирается все, покупается все, независимо от того, нравится им это или не нравится. И что самое интересное, это никого не волнует, ни Пупсика, ни Самвела, вот они гнут свою линию и гнут. И самое опять-таки печальное, когда ты не можешь в своем доме побыть наедине с собой, не можешь побыть со своей семьей, потому что приезжает сыночка великовозрастный, который тащит к тебе в дом всех подряд. И ты обязан, нравится тебе, не нравится, плохо тебе, неплохо, ты обязан сидеть, улыбаться, накрывать эти поляны бесконечные, готовить бесконечные, потом за все свиты этой убираться. И Коля, кстати, не щадил собственную маму даже после операции. Вот он считал нужным привозить друзей, и он их привозил, не считаясь, да, хотят родители этого или не хотят, нужен им такой контент или не нужен. Пупс решил, и все, земля должна с оси сойти. И опять-таки вот это вот то, когда происходит так, вернее, когда родители с детства приучают ребенка к тому, что он может помыкать как-то, да, родителями, управлять родителями. Это начинается с элементарных мелочей, когда вот ты ребенку говоришь нет, а потом все равно он тебя ломает, и ты начинаешь говорить да. И вот потом с таких детей вырастают вот такие вот коленьки. И вы знаете, ребята, было очень как-то печально наблюдать, когда Андрей махался с этим бассейном, в котором, кстати, именно тюленчик купал свое тельце, юная, молоденькая, под солнышком, и лучами этого солнышка. А папа по факту все это черпает, все это убирает за всеми. И опять-таки, кто большую часть времени проводил в бассейне? Конечно же, Коленька, Самвел и их гоп-компания, честная. Шампанское там попивало и тому подобное. А расхлебывается один папе. И вы знаете, манала бы я такие друзей, манала бы я такие компании, для того, чтобы я была в своем возрасте прислугой для них, для кого-то. Но в случае сытников они почему-то предпочитают преклонить голову, вместо того, чтобы ее поднять. Я прекрасно помню Степа Самвела в адрес сытников, когда он спросил, Света, ты что, и в Италии так убиралась? Теперь понятно, почему ты в Украину переехала. Вот эти Степа со стороны Самвела в адрес Светы были просто бесконечны и постоянны. Вот эти его все время какие-то царапины в адрес той же Светы, что теперь ты пани и можешь себе нанимать итальянскую прислугу. То есть все время давал понять ее уровень и статус. И я думаю, что Света просто от этого устала. Она поняла, что в Италии ей тише, спокойнее и комфортнее, потому что нет рядом Самвела, нет Коленьки, нет вот этой толпы, которым нужно просто прислуживать. И когда вы кричите, что Коля любит маму, Коля маму превратил в прислугу, ребят. Он просто превратил ее в прислугу. А то, что он ее вывозит куда-то на отдых, ну простите, это опять-таки очередная часть контента. Какой он молодец сынок, чтобы все им восхитились. Я думаю, что любящий сын никогда не превратит жилье родителей в проходной двор. Я думаю, что любящий сын никогда не будет вот так вот пренебрегать родителями. Он наоборот будет стараться всячески им помочь и их поддержать. И только вот такой, как Коля, будет пилить на этом контент. И я прекрасно понимаю, почему Света даже оттягивает момент возвращения домой. Ей не хочется. Ей, скорее всего, единственное, куда хочется, это вот приехать в свой дом, чтобы там была тишина. Но этой тишины у нее не будет. То есть ей необходимо будет все равно прогеняться перед Татьяной Васильевной, прогеняться перед Сэмбеллом и еще перед теми, кого Коля привезет. Потому что не принято в этой семье слышать своих родителей. Принято слышать только Колю и его интересы. И опять-таки, ребят, вы знаете, когда я смотрю на это все, я представляю, какая их ждет, по большому счету, несчастная старость. Потому что Коля самовлюбленный нарцисс, Коля эгоист. Это человек, который любит только себя. И все время меня поражает, почему действительно все сборы проходят именно у сытников. Почему, например, Сэмбел не привезет толпу к себе? Или к Татьяне Васильевне, у нее тоже, ребят, кухня есть в конце концов. Коленьки можно привезти. Коленька сам живет, у него отдельная квартира. Но нет, все обязательно пхнутся на игрень. Ну, а на игренье сытники сидят, как два, я не знаю, каких-то, ну, я не хочу их оскорблять, там, называть идиотами. Но два каких-то глупца улыбаются вместе с Ольгой Леонтьевной и аплодируют от счастья в ладоши. Приехал сыночка с очередной толпой, предстоит немеря на работе. Мало того, что всем улыбайся, да, перед всеми прогибайся, еще и после всех это все убери. И опять-таки самое страшное, когда даже женщина не может быть полноценной хозяйкой на своей кухне. Хранительница очага, потому что все ей навязывается, ей привозится и ставится перед фактом. И никто не учитывает ее мнение или мнение Андрея, всем плевать на их мнение. Вот нужен контент, а к ним приезжают как на перевалочную базу, да, как на какую-то киностудию. Снимают этот контент, благополучно уезжают, а вы дальше тут махаетесь как хотите. И реакция света абсолютно адекватная, я бы вряд ли хотела возвращаться в такую семью, в такой дом и вообще в этот весь кипиш. Ей спокойнее сидится в Италии, заработал ни клятый, ни мятый и просто отдыхаешь в тишине. Вы представляете, какой для нее это кайф после вот этого всего, что происходит в ее доме. А там просто проходной двор, там негде уединиться, пойти лечь поспать, если ты устал, отдохнуть, полежать. Здесь надо постоянно быть в напряжении со всех сторон камеры. Ну, ребята, на сегодня, наверное, все. Продолжение, конечно же, следует. Всем пока, до новых встреч!